И начали. Мы рассматривали семью 2035. То есть мы хотели узнать, какой же будет семья в нашем не таком далеком будущем. Мы рассмотрели предмет, отношения между субъектами. Мы рассмотрели институт семьи. Мы рассмотрели традиционные родственные связи. Мы рассмотрели браки суррогатных детей, родителей. Мы рассмотрели семейные ценности поколения, род и воспитание. И в результате рассмотрения этих объектов мы сформировали следующие задачи. Стимулировать рождаемость в России в 2035 году. Сохранять ценности семьи, сохранять институт брака. Сформировать государственную идеологию по поддержке семьи. И снижать расходы на социальную защиту населения. Мы считаем, что данные задачи вполне могут быть поддержаны Департаментом соцзащиты Министерства будущего. Поэтому мы придумали такой образ будущего. У нас будет семья, которая будет от трех и более детей. Если кто-то из образующих семью не может иметь детей, то мы предлагаем им суррогатное материнство, ЭКО, предлагаем им генетическую модификацию младенцев на случай, если у них серьезные генетические отклонения. Кроме того, мы рассмотрели вариант поддержки нашей гипотетической семьи будущего. Мы решили, что анкетная семья это не для нас. Мы хотим идеальной генетической совместимости. Мы хотим идеальной психологической совместимости семьи. Поэтому мы придумали, что у нас будут психологи в кармане, у нас будут сообщества, у нас будут социальные институты по поддержке семьи, у нас будут киберняни в каждой семье. Причем эта киберняня будет сопровождать каждого члена семьи, а не только тех, кто младше или старше. Она будет подавать сигналы о том, что кто-то нуждается в помощи и туда будет мчаться или робот в поддержке или член семьи. Кроме того, мы решили, что у нас в далеком будущем, после 2035 года, будут в России изобретены телепорты. Поэтому можно будет соединить всех родственников через специальные порталы в один большой распределенный дом. И можно будет ходить друг к другу в гости буквально мгновенно. Вот. Поэтому мы хотим, чтобы наши начинания были поддержаны, например, такой пенсионной реформой. Пенсионная реформа будет направлена на то, чтобы каждый человек, имеющий детей, получал пенсию в пропорциональности от того, сколько у него детей и сколько его дети зарабатывают. Мы хотим, чтобы у нас было как можно меньше домов престарелых. И для этого мы хотим, чтобы у нас все престарелые были объединены с детьми. И таким образом мы сможем воспитывать всех и присматривать за остальными. Мы отказались от модных городов ЛГБД, потому что считаем, что сейчас происходит размытие между традиционной семьей и нетрадиционной. И кроме того, мы планируем бизнесы для семьи. Спасибо вам за внимание. Так. Вижу. Так. Давайте так. Оля и вот коллега. Всем здравствуйте. Насколько я поняла, у вас в семье предусмотрено трое детей, правильно? От трех и больше. Такой вопрос тогда. Уже сейчас в нашей планете для нормального существования нужно ресурсов. Где-то полторы планеты. Это за экологический след. Как вы будете решать эту проблему с тремя детьми? Россия это не грозит. Это же лучше. Как я не буду. У нас будут разработаны экологические технологии. Спасибо. Ну то есть это речь-то шла не про Индию с Африкой. Да. И не Китай. Добрый день. Александр. Форсайт. Активные долгожители. У меня к группе вопрос. Кто-нибудь из вас в наш проект для себя хотя бы внутренне определился прийти? Мы можем слить его. Наш проект? Или наши проекты? Наши проекты. Да. Звучало, конечно, да. Многозначно. По два вопроса. У вас их четыре слегка. Спасибо.